Читать это очень увлекательное занятие. И полезное. Да, я люблю историческую литературу. Но некоторые идут дальше, не только читают, но и воссоздают историю. О том, что такое историческая реконструкция и где можно приобщиться к ней, поговорим с нашим гостем Владиславом Вениаминовичем Хабаровым, заведующим отделом научной реконструкции Национального музея Республики Татарстан. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Даже не так официально можно вполне. Но, тем не менее. Интересная тема, историческая реконструкция. Что это такое? В двух словах. В двух словах это возможность на себе почувствовать то, что чувствовали наши предки. Совсем в двух словах. Ну, а на самом деле это увлечение, хобби, можно сказать, когда вы определяете для себя ту эпоху, в которую хотите погрузиться, и приобретая, изготавливая всяческие вещи материального мира, одежду, утварь, вооружение и прочее, прочее, как бы пытаетесь некоторое время там пожить. Ну, мы знаем, да, что переодеваются во времена наполеоновских войн, во времена Первой мировой войны. У нас события... Великой Отечественной войны. ...другого масштаба. Да, да, да. 75-летие Сталинградской битвы. Сталинградской битвы. Да. И у нас тоже будет историческая реконструкция. Да, у нас будет реконструкция одного из боев, боев этой великой битвы, фактически, наверное, самых финальных боев, которые помогут нам слегка погрузиться в эту эпоху. И есть у нас сверхидея. Это сверхидея показать, что советский солдат, солдат Красной Армии, в то время, вопреки распространившемуся в последнее время, не сейчас, о, не всегда, вот в последнее время мнение, это был не человек, посылаемый на убой, а хороший, толковый профессионал, умеющий драться, ну, и достойный защитник своей страны. То есть сейчас, ну, чтобы понимать, да, какой ландшафт? Победа на Волге, да, если я не ошибаюсь? Да, Победа на Волге, то есть Калининградская битва. Где это будет происходить территориально, чтобы понимать? Это холмы, это действительно форсирование реки? Нет, 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 это внутренний двор Национального музея республики Татарстан, такая небольшая площадка. Мы не претендуем на то, что это будет масштабная реконструкция, то есть это будет маленький локальный бой в городских условиях, так сказать, которые их могут посмотреть люди, ну, а реконструкторы поучаствуют. А что конкретно, какое действие будет происходить? Это сдача одной из, вернее, окружения. Наверное, захват, а не сдача, да? Сдача это с другой стороны. Значит, так, сейчас скажем, система такая. Вот представьте себе ситуация такая. Вот, значит, да, Паулюс уже сдался, но вместе с Паулюсом не сдалась армия, а тут такая ситуация, она немножко вымышленная, немножко правдивая, что из Сталинграда немцы, спецгруппа, специальная группа такая, пытается вывести ценности, которые были захвачены немцами, собственно, в Сталинграде, самое главное, в Сталинградских музеях. Там были музеи, они есть и до сих пор, и действительно из музеев кое-какие ценности были вывезены. Для этого отправляется немецкая группа, но волей судьбы ее блокируют, и вот, соответственно, действие по окружению этой группы, блокирование, уничтожение, соответственно, возвращению наших музейных ценностей обратно, и будет показано. И все это на фоне, соответственно, завершения Сталинградской битвы. Я так понимаю, что это какое-то театральное действие? Ну, это полу-театральное, полу-такое боевое действие, немножечко там есть импровизации, вот, ну, я думаю, это будет интересно всем. А все участники должны быть актерами, да? Да, кто участвует? Профессионалы, либо... Участвуют? Нет, 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 что вы. Это члены военно-исторических клубов, реконструкторских клубов. Это вот точно не профессионалы. Хотя несколько актеров среди нас есть, но они актеры не потому, что мы их пригласили, они актеры, они просто тоже члены военно-исторических клубов. Это люди, которые изучают вот эту эпоху, очень хорошо, очень точно знают костюмы, форму универс, вооружение и прочее. Умеют действовать, как действовали солдаты того времени, то есть там ложиться, падать, перебегать. Вот знают, как работает пулемет Максим, например, вот, и умеют из него стрелять. Ну и там подобное. И все это объединены едиными режиссерами с небольшим, так сказать, действием импровизации. То есть репетиции ведь были наверняка? Да, немножко были. Я сейчас задам вопрос, который наверняка интересует многих, хотя ответ, в общем-то, очевидный. Подтвердите наше предположение. Отношения между, ну, в данном случае, советскими солдатами и немецкими солдатами, да, вроде как на поле битвы это враги, но в жизни это абсолютно нормальные люди. Да, безусловно. И как делили, да, на наших и немецких. Да, как делили на наших и немецких. Действительно хочется на эту тему отдельно сказать, потому что, чтобы нас не, вернее, их не обвиняли в пропаганде фашизма, это такие же реконструкторы, просто, ну, с кем-то надо воевать, безусловно. Поэтому приходится людям брать, так сказать, и вот эту тему, тему вермахта. Есть некоторые клубы, которые занимаются немцами, ну, ездят по различным родам. У нас же не единственный фестиваль, фестивалей достаточно много, и поэтому немцев тоже нужно много, причем именно много надо немцев, потому что если толпы, толпы, толпы красноармейцев будут загонять там одного несчастного немца... Это охота получается. Да, это охота, а не масштаб Великой Отечественной войны. В нашем клубе, например, мы просто назначаем. Сегодня будешь ты, ты... Или спички вытягиваем. Да, или спички вытягиваем. Ну, я думаю... Ну что ж, теперь нужно, наверное, озвучить, когда это будет и где. Это будет 4 февраля в Национальном музее Республики Татарстан. Начало всех мероприятий, а там будет не только бой, там будут и познавательные мероприятия, и показательные мероприятия. Начнутся в 12 часов, а, собственно, реконструкция боя в 14 часов. Вход по обыкновенным билетам в Национальный музей Республики Татарстан. Супер. Интересно для тех, кто интересуется, собственно, историей. Да и вообще, в принципе, интересно. Спасибо большое. Желаем вам удачи. Желаем победить. Победить, прежде всего, с точки зрения организации. Ну, мы уже знаем, что наши победили. Да, мы знаем, как все закончилось, но мы желаем вам, чтобы все прошло на 100%. Участие в исторической реконструкции, это как будто в кино снимаешься, да?